всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду это чаби если валенсиана или хавейна кастальяна городок по которым мы с вами уже катались по данным переписи 2016 года население 30000 человек причем 53 процента из них иностранцы в смысле не испанцы основная масса иностранцев британцы то есть первое место 53 процента от всего населения испанцы а второе 25 процентов лаймы кстати знаете откуда не взялось такое прозвище дело в том что некогда великобритания была империи над которой никогда не заходит солнце как вы прекрасно понимаете колонии завоевывают они находят под елочкой сапожки так вот этим приобретением житель острова обязаны своему морскому флоту сильнейшему флоту в мире на тот период что же позволило именно британским морякам стать первыми одержать так сказать верх в невалой степени победа над бичом тогдашних мореплавателей над цингой специальным указом от 1865 года было установлено что на корабле военно-морского флота необходимо брать значительные запасы лаймов вот и закрепилась за бритами это прозвище однако речь не об этом жемчужиной в колониальной империи британии была индия они вывезли оттуда несметное количество сокровищ и в процессе этого увлекательного грабежа несколько увлеклись индийской кухней прониклись настолько что похоже напрочь забыли свою родную кухню в местных британских супермаркетах полки заставлены на 10 процентов консервированной фасолью и на 90 процентов всякими разными индийскими соусами пряностями баночками скляночками всякими чатни и в общем все подряд конечно же чикен карри в исполнении британца очень мало похож на такое же блюдо в исполнении индийца но по-своему тоже очень даже не дурион пойдем магазин это прямо скажем удобный такой вариант смотрите здесь уже расфасованы пряности наборы смешанные отмечена острота вот так вот видите количество перцев вот и сзади отмечен рецепт рецепты все совершенно одинаковые примитивны то есть возьмите лук обжарьте его добавьте мясо или овощи но здесь указывается добавьте пакетами смеси количество кстати говоря нас тоже указано добавьте там сладкий перец еще что-то и йогурт и сливки прочее и получить готовый рецепт мне очень понравился я решил вам показать ну не буду же вам рассказывать где-то купить тем более что это мне кажется местное производство поэтому сейчас составим сами составе эту смесь ну по тому принципу здесь указано калер количество содержимое всяких разных смесей вот и наберемся у этого представляете меньше упаковки нет придется это брать хотя еще в одном месте гляну а здесь то коробченко поменьше так что я наверно здесь возьму все остальное в дом и есть хватит уже болтаться поехали готовить ну вот и добрались итак для английского чикен карри мне понадобится курятина я взял бедрышки и уже удалил косточки не сладкий йогурт вы можете заменить сметаной консервированные томаты миндальная мука можете сами миндаль размолотить сливочное масло зеленый перец лук лимоны чеснок и пряности здесь я выложил как вы видите бадьян гвоздику кардамон а есть меня фенугрек кориандр гвоздика черный перец мускатный орех и лавровый листик чем более полный набор пряности вы используете тем вкуснее получится но если чего-то не найдете не переживайте все равно будет классно поехали сначала надо нарубить лука я режу мелким кубиком для большей однородности соуса особенно сильно мельчить не стоит но слишком крупные однозначно ухудшат текстуру теперь чеснок тоже более менее мелко нарубить совсем уж пыль растирать смысла нет да и тут на самом деле неважно более того если есть у вас чеснокодавилка смело используйте начну процесс оливковое масло и сразу же отправлю сюда кусочек сливочного конечно же индицы скорее всего бы использовали в этом люди ги это перекаленное сливочное масло то есть его сначала прогревают очень сильно колят дожидаются когда жир животное отделиться от сыворотки вот этот животный жир сливают в отдельную посуду и хранят он и называется ги хорош в первую очередь тем что не горит ведь при нагреве то в сливочном масле именно сыворотка горит дымит и перемешать лук надо обжарить до начала зарумянивания если чеснок вы пропускали через чеснокодавилку то подождите минуты две потом кладите чтобы сначала лук дал сок иначе чеснок может начать гореть курятину нарезаю небольшими кусочками конечно же можно использовать куриную грудку больше того скажу по такому принципу не обязательно даже именно мясо использовать в этом соусе даже картошка будет хороша да и другие овощи смотрите лук уже дошел до нужной кондиции отправлю сюда курицу и надо бы сразу сюда пакетик с пряностями высыпать но мне его надо сначала подготовить в общей сложности на килограмм курятины уйдет примерно 25 граммов пряной смеси в дело пойдет кориандр бадьян развертчатый анис гвоздика зира черный перец кардамон мускатный орех про корицу забыл все эти корицу тоже надо добавлять обалдеть вот так наверно лавровый лист немножко финогрека и все это надо измельчить и проделывая это все в своем чудо агрегате вы можете воспользоваться кофемолкой или растереть все в ступке так что добавляю пряности и перемешиваю и натираю маленький кусочек имбиря кстати если у вас нет свежего можно в набор пряности включить сухой и теперь быстро нарублю сладкого перца размер кусочков подбирать лучше так чтобы хорошо сочетался с кусочками курицы его тоже отправляю в чугунок и перемешать следует перемешать обжаривать надо на довольно сильном огне периодически помешивая конечно не такой сильно чтобы все сгорело для вот этого количества у меня примерно полтора килограмма курятина ну может чуть больше не больше пяти минут пора пожалуй добавляю помидоры в собственном соку почему использую консервированные во первых потому что у нас действительно вкусных и сладких уже нет в течение лета а во вторых консервированные уже без шкурки и время на очистку терять не надо теперь надо дать закипеть, повариться, потушиться минут пять ну и помешивать тоже иногда конечно же сейчас буду добавлять миндальную муку думается мне что индийцы бы конечно использовали муку какого-нибудь другого ореха и вообще кажется мне что использование миндаля это изобретение местных лаймов благо у нас чуть ли не половина окрестных гор именно миндалем засажено впрочем по вкусу результат мне нравится поэтому добавлю пару ложек без всякого внутреннего протеста жду пару минут и можно добавлять следующий ингредиент не сладкий йогурт а вы можете заменить нежирной сметаной и перемешать как следует сразу же после закипания можно пробовать и выправлять на вкус соль, перец, кислоту можно отрегулировать соком лайма или лимона еще момент если вы использовали миндальную муку крупного помола или сами его смололи достаточно крупно то возможно соус не будет достаточно однородным так вот загустить его можно добавлением обычной муки пшеничной короче сообразите томить под крышкой до готовности курицы как станет мягкой значит все готово для тех кто не только эти ролики смотрит но еще и готовит основные этапы рецепта и можно за стол сервировать хочу на салатных листьях мне кажется зеленый цвет добавит контраста вот так такой густой соус такой запах стоит очень большого количества пряностей прям он уж кружит голову ну и чтобы уж совсем было ярко добавлю помидорок несколько штук черри вот так что же вам сказать про вкус начну с кусочка курочки вот этой вот она очень мягкая она очень нежная она не такая суховатая на вкус как куриная грудка поэтому мне нравятся именно бедрышки этот соус нужно вымакивать куском хлеба наверное ну или с рисом есть вот этот соус ой какая прелесть класс возможно вам для первого раза такое соотношение 25 граммов пряности на килограмм мяса покажется немножко слишком сильным можно чуть-чуть убавить но лучше не убавляйте к этому и к этой яркости вкусов надо привыкнуть еще очень важный момент я не удержусь извините еще очень важный момент на мой вкус использование именно йогурта использование помидоров вот этот эту яркость эту пряность эту остроту очень хорошо балансировать кислотой кислотой йогурта кислотой помидорок мясистостью кислотой кислотой лайма или лимонного сока это очень классное сочетание оно добавляет праздника что ли в это блюдо короче готовьте это просто как вы видите составлять пряности можно на любой вкус я вам показывал в магазине там эти пряности по-моему сыпят вообще от балды это называют так это называют так это называют эдак и варьирует только по остроте но со статой вы и сами справитесь спасибо огромное вам за компанию спасибо спонсору самури за предоставленные ножи и за постоянную спонсорскую поддержку отдельное спасибо каждому из вас кто не ленится делать репосты просто вот от души еще раз спасибо за компанию всем пока 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 я